Уникальные лыжи из настоящей осины и лошадинных шкур делает уральский мастер из деревни Уфа-Шигири. За товаром ручной работы приезжают со всей России. Кому нужны лыжи на меху, выяснила Ксения Лукина. Это была осина не очень хорошая. Вот я не знаю. Ну, наверное, пойдет здесь половина. Вот эта половина уже точно не пойдет. Далеко не каждое дерево годится. В среднем из одной осины можно сделать пару лыж. В семье Галимьяновых работа по дереву – дело, передающееся из поколения в поколение. О том, как правильно сделать настоящие охотничьи лыжи, в отсутствие главного мастера без труда может рассказать любой член семьи. После того, как он обтесал, он опускает концы носки эти в ведро, где кипятильник, и в течение трех часов вода кипит. Ну, конечно, добавляет он. Это все пропаривается. Затем пропаренная часть лыжи закрепляется на специальном станке. Здесь дереву придают нужную форму. На этом этапе и проверяется, насколько качественная попалась древесина. Осина некачественная. Она трескается. Вот это уже никуда не пойдет. Отсеяв брак, заготовку шлифуют. А дальше их главное отличие от всех привычных лыж. Скользящую по снегу сторону обивают влажной лошадиной шкурой. Как говорят охотники, такие лыжи меньше проваливаются в глубокий снег и не скользят, когда поднимаешься в гору. Мне не надо елочку. Просто так идут, чтобы все зашествие не катится. Такие лыжи делают на заказ. Пару нужно подбирать в зависимости от роста и веса человека. За 10 лет, что Галимьяновы занимаются изготовлением лыж, появился даже их фирменный знак. Он, конечно, связан с охотой. Лайку, нападающую на медведя, можно увидеть по всей России. Охотники или просто любители зимнего спорта приезжают в Уфа-Шигири из разных уголков страны. В Москве я своими собственными глазами видела, что у моего мужа лыжи стояли на Ганиловском рынке. Не отстают уральские умельцы и от современных тенденций. Например, недавно изготовили сноуборд. Катится он не хуже профессиональных. Пока есть только одна пробная модель. Ее осваивает внук мастера. Но, быть может, скоро маленькая уральская деревня у Фа-Шигири прославится еще и сноубордами ручной работы. Ксения Лукина, Александр Черных, События ОТВ.